О питерском происшествии говорит вся страна. И действительно, оно очень непростое. Интрига вокруг питерского такси под названием «Ситимобиль». Мы знаем, что девушка, поклонница петербургской романтики, Марина, прелестная девушка в городе Гумилёва и профессора, доцента Соколова, она села в такси, вызванная, и водитель долго при ней смотрел порно, хитрым образом подключённое к навигатору. Вообще, у местных питерских узбеков в диаспоре действительно есть как бы свой Стив Джобс. У него очень узкая квалификация. Он абсолютно любой экран приспосабливает для просмотра порнухи. неважно, что это может быть пульт от бетонной мешалки, это может быть штучка, которой производится сатурация, прикладываемая к пальцу, это может быть навигатор машины, это может быть экран ИВЛ, всё что угодно. У него даже есть, я выяснил, у него есть прозвище Сигер Хар. Сигер Хар. В диаспоре, значит, волшебник. И вот к чему бы он ни прикоснулся, 10 минут работы любое электрическое устройство начинает выдавать пыхтящие тела со всеми втекающими и вытекающими. И вот, получив, значит, автомобиль Киа синего цвета, усовершенствованный этим волшебником Сигер Харом, питерский Ромео по пути, подвозя девушку, набрался этих всяких каитальных впечатлений, а затем был вынужден остановить такси и заняться тем самым, пока не олимпийским видом спорта для одноруких, который теперь называется Дзю Бо, разумеется. А девушка была шокирована, она там где-то тихо пищала от ужаса в углу, а вот узбекского Ромео, как выяснилось, зовут Гуламжон Журажон. Гуламжон Журажон-таксист. Он вел себя корректно, он все время извинялся, кланялся, пассажирку не забрызгал. Но вообще, кстати говоря, он же таксист, может наступить момент, когда к нему в машину сядет прилетевший в Петербург Дзюба. Вы предлагаете соревнования устроить? Нет, сейчас я предлагаю вступиться за таксиста, потому что его прессуют, и у него большие проблемы на работе, его почему-то выгоняют. То есть, вот смотри, может быть, действительно, его имело бы смысл оставить как достопримечательность, потому что если есть неприятие, скажем так, такого типа досуга, то просто говорится, только не синее кео, только не Гуламжон Журажон. Если наоборот, кто-то может позвонить и заказать конкретно непосредственно синее кео и Гуламжон, и объяснить маршрут, мне до епархиального управления, потом обратно в монастырь. Возможно, страстный таксист мог бы стать очередной достопримечательностью Санкт-Петербурга, потому что петербургского Наполеона, доцента Соколова, сейчас увезут по этапу, и город останется без живых достопримечательностей, и Журажон был бы, конечно, очень кстати. Но тогда нужно процент с его поездок как-то в казну государственную отдавать, чтобы справедливо было. Блин, вот этого я совершенно не учел, это ты можешь обратиться к руководству сетемобиля, потому что он бы мог еще вести специализированные экскурсии, там, Петербург для самых рукасток, да, начать с памятника Екатерине, потом памятник Фаэне Раневской, потом скульптурное произведение в Московском парке Победы с народным названием «Чьи трусы», ну и на десерт Муму, разумеется. У нас уже есть бизнес-план, хорошо. То есть нерачительно увольнять беднягу, вот проще раскрасить эту синюю Икеу, начертать славное имя водителя на бортах, и это будет местной достопримечательностью. К чему я это вообще все веду? Коль скоро мы уже этой пикантной темы все равно коснулись, хочу напомнить, что скоро выборы в Государственную Думу Российской Федерации. И в своем намерении баллотироваться в этот представительный террариум у нас заявил, во-первых, стилист Сергей Зверев, и, если не ошибаюсь, тот самый футболист Дзюба. Вот лучше заранее, то, что называется, надо договориться на земле. Рядом их лучше не сажать, потому что стилист будет все время отвлекаться, а Дзюба может ввести для всей Государственной Думы новую форму голосования. Вдохновит весь зал, и законы из просто плохих, наконец станут совсем вот, то, что называется, такие вот пенисовые. Может быть, к тому времени в их компанию вольется еще и Гуламжон-Журажон, потому что Питер город скептический, парадоксальный, очень склонный к Стёбу. Хорошо зная цену Государственной Думы, ее респектабельности и представительности, он может тоже отправить в нее знаменитого таксиста представительствовать. Вообще, я думаю, что это было бы неплохо, чтобы наступил тот момент, когда во морок этой священности, значительности Государственной Думы развеется, как и других ЗАГСов путинской эпохи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!